Более двух тысяч человек во французском Руане сегодня пришли на службу в память о священнике, которому террорист перерезал горло в храме. Среди собравшихся в главном соборе города были по меньшей мере сто мусульман. Убийца называл себя приверженцем ислама, но, как сегодня сообщает британский канал Sky News, община, к которой он принадлежал, отказалась его хоронить. Преступление, потрясшее весь мир, произошло во вторник утром. Ответственность взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе в России, группировка ИГИЛ. Террористов было двое, как пишет сегодня газета Паризьен. Они жили в нескольких сотнях километров друг от друга и познакомились через интернет за четыре дня до атаки. Оба уже были в поле зрения спецслужб, в адрес которых с очередной порцией критики выступил премьер-министр Монуэль Вальс. Сегодня во французской печати появились его призывы реформировать во Франции ислам как таковой, чтобы пресечь распространение радикальных идей. О возможностях, которые были упущены, и о последствиях этого мнения Юрия Липатова. Тому, кто в церкви перерезал горло 84-летнему французскому священнику из предместия Руана, полиция разрешала выходить из дома только раз в день, по утрам. Это свидетельствует, что он находился под строгим, в кавычках, наблюдением. Даже он носил на ноге электронный браслет. Стало быть, его перемещения были под контролем. Вот так под контролем он и убивал. Французские власти вообще-то знали мечту 19-летнего Аделя Кермиша – поехать повоевать в Сирии на стороне террористов. Его даже арестовывали, но предъявить ничего не смогли. А теперь, когда есть чего предъявить, то уже и некому. Полицейские убили гиперактивного юнца на выходе из церкви Сент-Этьен-Дюрувре, которая, между прочим, тоже должна была находиться под особым наблюдением французских сил безопасности. Ведь ее в качестве одной из целей атаки исламисты определили давно. О чем свидетельствует особый список, обнаруженный еще полтора года назад в парижском укрытии боевика ИГИЛ. Эти подробности шокируют. И вполне понятно, почему такое внимание журналисты уделили небольшому, как иногда говорят, протокольному инциденту. Один из полицейских после серии терактов во Франции отказался пожимать руку президенту своей страны и премьер-министру, не подав ее им. Что, по всей видимости, означает, не считает он их компетентными, а значит, считает виновными в происходящем. Вот характерная сценка, снятая на мобильный телефон и размещенное в интернете. Вооруженный полицейский приезжает в один из районов Парижа, а его просто прогоняют. Проваливай отсюда, тебе здесь делать нечего. Вы что, с ума сошли? Еще раз сюда сунетесь, мы головы проломим. Полицейских ненавидят и шпыняют без страха. Но главное, у них просто нет возможности выполнять свою работу. Бороться с криминалом в среде, состоящей из мигрантов и потомков мигрантов, которая, собственно, и стала базой для формирования террористического подполья. Эта проблема, очевидно, для экспертов по антитеррору. Следовало проводить типичную оперативную работу, то есть собирать информацию из своих источников, а не операции исключительно на технические источники. Потому что современные террористические группировки используют разного рода методы дезинформации служб. Помимо того, на территории Франции появились такие анклавы, псевдогеттов, которые службы не имеют доступа. Проблема заключается в том, что полиция не в состоянии найти себе информатора в таких кругах. Чтобы бороться с безжалостными, мотивированными убийцами, готовыми становиться смертниками, спецслужбам нужны особые полномочия. А власти давать эти полномочия отказываются из-за опасений, что будут нарушены принципы либеральной демократии в ее сокровенной западной интерпретации. Вот и снова Алланд, призывая противостоять террористам, сурово воздвигает брови и произносит, в который уже раз, одну и ту же фразу. Дословно понимая которую, по практическому опыту своей работы, полицейский, очевидно, и утратил уважение к президенту своей страны, демонстративно не пожав ему руку. Я говорю прямо. Ограничение наших свобод, нарушение конституционных норм не принесет результата в нашей борьбе с терроризмом. Им мгновенно ослабит сплоченность, необходимую нашему народу. Заклинания про то, что ограничивать свободу нельзя, даже если это может закончиться твоей собственной смертью, больше всего напоминают религиозную мантру. Ну, такой вот способ самоубеждения. Но ведь общество уже стало другим. И то, что отказываются видеть некоторые политики, отчетливо видят избиратели. Например, психиатр из Парижа Кристоф Баго на правах специалиста по некоторым аспектам мыслительной деятельности не побоялся сравнить скрижали либеральных ценностей с американским парком аттракционов. Французское общество долгое время думало, что мы находимся в американском парке аттракционов. Все очень мило, хорошо. Мы живем в стране с демократическим правительством. И то, что сейчас происходит, ведет к тому, что это представление постепенно меняется. Одно из классических развлечений в парке аттракционов – это комната кривых зеркал. В нее, если пользоваться такой метафорой, некоторые политики из Евросоюза приводят публику регулярно. С тем, чтобы доступно объяснить, то, что вы, сограждане, видите, является не тем, что вы видите, а кое-чем иным. Если же в СМИ пытаются оспорить интерпретацию, то в обществе случаются, как было сказано почти по-французски в популярном в советском фильме «Формула любви» – «Эль скандаль». Робер Редикер Лео Фигаро себе это позволил. Ему-то терять нечего. Он все равно уже философ, известный философ. Он комментировал и теракт в предместе Руана, и другие теракты в Европе. Это нападение на церковь является сообщением, которое исламисты адресуют христианам. Они хотели бы видеть Францию, похожую на Ирак или Сирию, где христиане становятся жертвами чуть ли не геноцида. Однако мы продолжаем наблюдать отказ видеть очевидное. Каждый раз, когда это представляется возможным, правительства и различные СМИ замалчивают исламистский характер этих терактов, называя террористов людьми с психическими отклонениями. Вот типичный пример попытки идейно выдержанной интерпретации серии терактов и нападений в Германии, которые совершали одиночки. В роли психотерапевта, общаясь с прессой, выступила высокопоставленная чиновница. Акты, совершенные за последние дни и недели, это не закономерность. Большинство террористов, которые совершали в последние месяцы атаки в Европе, не были беженцами. И это подтверждает последнее исследование, которое показывает, что опасность терроризма от беженцев не больше, чем от остальной части населения. Для наукообразия такого рода эксперты по управлению общественным мнением, СМИ начали использовать термин «амок». Он взят из психиатрии. И в Германии так обозначают слепую, неистовую агрессию, зачастую с человеческими жертвами. Притом, и это принципиально важно отметить, агрессию внеэтнических или национальных рамок. Немотивированную, в общем. Теперь спикерам достаточно произнести слово «амок». И нападение мигранта с топором на мирных граждан теракта можно уже и не считать. Собственно, мигранты вообще тут ни при чем. Мало ли с кем вдруг без видимых причин приключится этот «амок». Вот и последствия решения канцлера Меркель зазвать Европу беженцев уже не представляются той самой роковой ошибкой, которая в перспективе способна уничтожить Европу. Но это только если уверовать в «амок». Вот политолог Иван Бло, советник бывшего президента Франции Николай Саркази, не уверовал. Я считаю, что госпожа Меркель совершила крупную политическую ошибку, позволив людям приехать без какого-либо контроля, из благородных чувств. Я хорошо знаю Германию. Эта страна потрясающая, великолепная. Там не слишком много криминала, там нет терроризма. И они ошибаются, что всю жизнь проживут так в этой стране. К сожалению, она впустила волков в страну. И это действительно огромная ошибка. Руководство Германии, ключевой стороны Евросоюза, исходило не только из чувства жалости, а еще и из представления о национальных интересах. К немецкой экономике для конкуренции с азиатскими промышленными центрами необходима дармовая рабочая сила. Евросоюз защищает идеологию общего рынка без внутренних границ, либеральную политику, и Германия будет ее защищать, даже невзирая на теракты, из-за интересов правительства Меркель в открытых границах и интеграции Европы ради экспорта и больших компаний, заинтересованных в рабочей силе. Теперь же немцев, то есть патрона, покровителя, критикуют даже зависимые от них страны-клиенты из Восточной Европы, нахально отказываясь размещать у себя приглашенных не ими мигрантов. И вот уже журналисты и политологи вспоминают две предыдущие попытки Германии стать абсолютным гегемоном на континенте, завершившиеся мировыми войнами. Неужели же и их третья попытка обустроить Европу под себя, только уже посредством мягкой силы глобализма, закончится провалом? Немцы действительно понимают, что они натворили ужасы, катастрофу, привели к своей политике катастрофе всю Европу 70-80 лет тому назад. И поэтому они как раз хотят шагать сейчас впереди всей планеты, выстраивать совсем другую Европу. Европу открытую, Европу либеральную, Европу, где будут полностью реализоваться все мечты и права меньшинств. И нынешние элиты, которые управляют сегодня Европой, от этого не отойдут. И за ними стопроцентно стоят главные средства массовой информации, и Германия, и Европа, которые сразу нападают на тех политиков, и людей, которые осмириваются, высказывают критику в отношении политики госпожи Меркель, открытых дверей, или начинают ставить под вопрос именно эти либеральные ценности, на которых сегодня строится Европа. Европейский континент исторически живет сверх идеями, которые захватывают умы пассионарных граждан, ведут за собой, меняют жизнь миллионов, а потом эти умы, благополучно или не совсем, покидают. Марксизм, национал-социализм – тоже результат европейского интеллектуального бурления. Вот и относительно свежая идея тотального плюрализма сейчас испытывается на прочность. Сегодня Европа исходит из того, что идеология, любая идеология, даже в качестве каких-то доминирующих ценностей, она недопустима, а легитимен только плюрализм. Но если легитим плюрализм, тогда и экстремистские отклонения тоже являются вариантом нормы. Вы не можете никоим образом их отграничить, никоим образом все это диагностировать. Наказывать и преследовать вы можете только действия. Вы не можете квалифицировать в качестве преступления даже призывов к действиям. На это существуют очень серьезные ограничения. И не факт, что вы, потратив огромное количество усилий, сможете хоть что-то доказать. Толерантность к любым идеям, как ключевой принцип идеологии Евросоюза, торжествовал на фоне материального благополучия и поэтому казался неоспоримым и непобедимым. Сытые народы с особенным интересом наблюдали, как берет свое идея публичной сексуальной раскрепощенности. Наблюдали, хоть некоторые и прикрывали глаза руками, за тем, как, реализуя идею свободы восприятия чужой смерти, в датском зоопарке публично на глазах у детей убили жирафа Мариуса, расчленили его и скормили львам. А вот плурализм относительно права других людей убивать тебя, по мотивам неких псевдорелигиозных убеждений, как-то не прижился в Европе. И нынешним европейским лидерам придется, видимо, констатировать крах собственных иллюзий, признав, бывают и плохие идеи, поскольку они приводят к очень плохим последствиям. Безусловно, линейку европейских политиков ожидает полная смена. И, судя по всему, придут к власти гораздо более решительные и, я бы даже сказал, радикальные политики. В этой связи, я думаю, что попытки репрессионными способами решить мигрантскую проблему приведут лишь к ухудшению ситуации. Проблему нужно решать, как сказал российский президент, по месту ее возникновения, то есть на Ближнем Востоке. Еще в январе 2015 года действующую линейку европейских политиков едва ли кто-то мог бы определить термином «уходящая натура». Они приняли участие в парижском марше в память жертв теракта в редакции журнала «Шарли Эбдо». Несли, поддерживая право карикатуристов рисовать, что в голову взбредет, таблички «Я тоже Шарли». Через полтора года после серии чудовищных, крупных и ужасающих одиночных терактов в Европе выяснилось, что их политика провалилась. Она опиралась не только на следование сверхидеи европейской толерантности, ставшей своего рода религией, а и на насаждение в ее. Ведь именно Запад одобрил и реализовал переформатирование стран Ближнего Востока и Северной Африки, результат чего распад государств и гражданские войны, миллионы беженцев. Вместо этого следовало, по всей видимости, исходить из понимания простой логики причинно-следственной связи. Если ты делаешь кому-то плохо, то велика вероятность, что и он сделает тебе плохо. Юрий Липатов, Екатерина Белова, Светлана Ведяшкина, Андрей Кириллов, Первый канал.